МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это случилось в ангольском городе Намиб в ночь на 6 июня 1986 года. Группа боевых пловцов спецназа Южноафриканской республики провела масштабную диверсию. Их целью были сухогрузы, ставшие на якорь в экватории порта. Спустя годы некоторые участники спецоперации решились, наконец, заговорить. Мы погрузились под воду, подплыли к цели, установили мины, взвели их и уплыли обратно. Мы потопили три корабля. К утру весь мир облетело срочное сообщение. У берегов Африки подорваны гражданские суда, советские сухогрузы, капитан Черков и капитан Веслобоков, а также кубинский транспорт Гаванна. Их трюмы были под завязку набиты оружием и боеприпасами. Корабли, которые подвозили боеприпасы, которые привозили оружие и снабжение в воюющую страну, в Ангольскую, они не охранялись. Диверсия в порту Намиб стала пиком почти 25-летнего противостояния спецслужб Советского Союза и Южноафриканской республики. Африка. Необъявленная война. В ответ на взрывы советских судов в Анголе генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев поручил военному руководству СССР перебросить корабли, несущие боевое дежурство в Атлантике, к берегам Африки. Такой же приказ получил и флот США. Новое противостояние грозило перерасти в ядерный конфликт. В этот день советские подлодки с ядерным оружием на борту и большие противолодочные корабли, совершая угрожающие маневры, устремились к побережью Анголы. Такая передислокация 30-й эскадры Северного флота означала очередное открытое противостояние с американцами. Информации о том, кто причастен к диверсии в ангольском порту, на этот момент еще не было. Ангола. Порт Намиб. 7 июня 1986 года. Тем временем, из-за малой глубины в акватории порта и солидных размеров, советские суда не затонули, а лишь осели на корму. Кубинскому транспорту повезло меньше. Он затонул. В трюмах мирных судов более 20 тысяч тонн оружия и боеприпасов, эквивалент атомной бомбы. К обследованию наших судов приступили боевые пловцы, элита советского морского спецназа из противодиверсионной службы. Им удалось обезвредить мины. Иначе последствия могли быть куда более серьезными. В конечном итоге, когда провели расследование этой мины, я был там, смотрел, наши специалисты из Севастополя туда приезжали, они смотрели и поняли, что мина не стояла на боевом взводе. Петр Сослов. Сотрудник внешней разведки. В 82-м служил в спецподразделении КГБ «Каскад» в Афганистане. В 85-м направлен в Мозамбик, а затем в Анголу. В Африке в качестве военного советника отвечал за проведение разведывательных и контрдиверсионных операций. Определенное разгильдяйство, оно в данном случае сработало на пользу. То есть кубинский корабль, когда его взорвали, значит, командир экипажа корабля был на месте. Он дал, естественно, команду Швартову рубить, как говорят, и отойти от пристани. Он отошел от пристани, упал на бок и перевернулся, но фактически утонул. В нашем случае, на советских кораблях, два капитана были вне корабля и, в общем-то, не успели дать такую команду. Поэтому, когда судно было взорвано, вот эти два судна, они остались у причала и повисли как бы на канатах. Что, в принципе, и спасло. Спасло сухогрузы и то, что несколько установленных диверсантами мин не сработало. Если бы это произошло, сдетонировали бы боеприпасы в трюмах, и от порта Намиб, как и от всего города, не осталось бы камня на камне. Напомним, на судах было почти 20 тысяч тонн военных грузов для правительственной армии Анголы. В 1986 году готовилось крупномасштабное наступление против вторшихся в страну частей ЮАР и отрядов мятежников из оппозиционного движения УНИТА. Противник достиг цели. Операцию ангольцы были вынуждены приостановить. Взрывы в порту Намиб стали отголосками той кровавой драмы, которая развернулась на африканском континенте более четверти века назад. Ангола. 1961 год. Кадры хроники начала 60-х. Все началось здесь, в Центральной Африке. Почти мгновенно борьба за независимость перекинулась на весь континент. Белые колонизаторы уступали власть черному большинству. И почти тут же лидеры новых режимов вступали в драку друг с другом. Им нужно было оружие. Много оружия. В Анголе за власть боролись сразу несколько вождей. Про марксистски настроенного Агастинь Янета поддержал социалистический блок. В первую очередь СССР и Куба. Агастин Янета, ангольский поэт, врач. В 61-м руководил вооруженным восстанием в Луанде, которое было жестоко подавлено португальскими колонизаторами. В 62-м году избран председателем народного движения за освобождение Анголы. Южноафриканская республика сделала ставку на лидера повстанческой организации у Нита Жонаса Савимби. Черный националист их устраивал больше, чем черный коммунист Нета. Жонас Савимби. С 66-го года лидер у Нита, национального союза за полное освобождение Анголы. Называл себя ангольским националистом и непримиримым врагом Агастинь Янета. Тогда, накануне официального провозглашения независимости, из своих укрытий выползли те, кто прежде сотрудничал с колонизаторами. Советская пропаганда недвусмысленно указывала на врагов Анголы. 11 ноября 1975 года в стране по решению ООН должна быть провозглашена независимость. Кто из лидеров возьмет в свои руки страну, было еще не ясно. 15 октября 1975 года. Ангола. Южные провинции. Граница с Намибией. Под покровом ночи границу с Анголой внезапно пересекли 2500 солдат и офицеров регулярной армии ЮАР. По дорогам и через непроходимые джунгли моторизированные колонны устремились вглубь страны. Направление главного удара Луанда. Так начиналась операция под кодовым названием «Саванна». Им оказывали помощь союзники. Несколько тысяч партизан у НИТА. За месяц боевых действий юаровские бронетанковые колонны преодолели свыше 3000 километров. На этих кадрах южноафриканской хроники свидетельство тех тяжелых боев. Вскоре передовые части тактической группы «Зулу» подошли к ангольской столице. До Луанды оставалось два десятка километров. Расстояние артиллерийского выстрела. А тем временем за тысячи километров отсюда, в Москве, вовсю шло приготовление к спецоперации. Москва, ноябрь 1975 года. Столица празднует очередную годовщину Октябрьской революции. На Красной площади военный парад. В эти минуты советское руководство принимает решение по ангольскому вопросу. Медлить нельзя, но действовать осторожно. Вскоре третьи курсники Института военных переводчиков и офицеры военспецы получают приказ готовиться к срочному вылету. Они отправляются обучать африканцев в применении секретного переносного ракетного комплекса «Стрела-2М». В этой группе и Андрей Токарев. Еще в утром сидели на занятии, а вечером мы уже находились в генеральном штабе на инструктаже. Андрей Токарев. В 1975 году курсант Института военных переводчиков. 31 октября в составе первой группы направлен в спецкомандировку в Народную республику Конго. Сроком на полтора месяца. «Объяснили ситуацию, что мы летим пока в Конго, в последующей переброске в Анголу, после независимости. Обстановка очень сложная. Что там будет, говорили нам, мы еще не знаем. И фактически вы будете нашими глазами и ушами». В тот момент ни Токарев, ни его товарищи еще не знали, что летят на войну. И на родине они окажутся только через год. Едва их самолет приземлился в столице Народной республики Конго, посольство СССР в Бразивилле получило шифрограмму. О ее содержании участники тех событий узнают годы спустя. Из шифровки следовало. Руководство страны дало добро на использование военспецов в боевой обстановке. А тем временем наши дипломаты проводили краткий инструктаж. Ввели в обстановку, что в ближайшее время СССР должен получить военную помощь со стороны Франции в виде миражей, которые будут участвовать в нанесении бомбовых ударов по Луанде. Поэтому, возможно, после прожаршения независимости мы можем оказаться на территории Анголы и участвовать в предотвращении полетов над Луандой. Вот тут немножко подложечка засосала. Мы почувствовали, что уже приближается какая-то развязка. Продолжение следует... Продолжение следует...